Любите ли вы печень? Не очень. Нет. Вообще ни в каком виде? Ни в каком. А вы любите печень? Куриную печень. Больше говяжью. Но любите? Да. Не очень люблю. Нет? Нет. Печень люблю. Но говяжью с картошкой пожарю. Куриную нет. Занимательный момент, значит. Говяжью печень любят, куриную печень не любят. Ну, мне кажется, очень многое зависит от рецептуры, как приготовить. А еще многое зависит от того, как выбрать правильно. От самого качества. Конечно. На самом деле, во многих случаях, даже если человек умеет готовить, купил некачественное сырье, все, на выходе получится что-то невкусное. Поэтому я предлагаю отправиться сначала на производство, где работают люди, которые разбираются в печени. Там тоже мы точно выберем хорошее. А потом еще и приготовим хорошее блюдо вкусное. Мы вас научим выбирать субпродукты. Да. Вперед. В упаковке хорошей, качественной печени не должно быть ни сердечек, ни тем более желчного пузыря. Желчный пузырь небольшой по размеру. Его трудно заметить во время покупки. Но стоит повредить его во время разделки печени дома, как весь продукт приобретает неприятный, горький вкус. Поэтому перед покупкой нужно внимательно осмотреть упаковку печени. А если вы обнаружили желчный пузырь уже когда принесли покупку домой, вы можете потребовать вернуть деньги за некачественный продукт. По закону продавец обязан это сделать. Чтобы обезопасить себя и своих близких от заражения сальмонеллезом, после того, как вы на кухне порезали куриную печень, необходимо тщательно с моющим средством промыть разделочную доску и нож. И обязательно помойте руки с мылом, прежде чем дотрагиваться ими до других продуктов и поверхностей. Хорошо прожаривайте печень. Не употребляйте ее в полусыром виде. Чтобы убедиться, что печень готова, можно разрезать кусочек. Из него должен вытекать не красный сок, а светло-коричневый или серый.